Дорогие друзья, добрый вечер! Это Линия Защиты и с вами адвокат, писатель Иван Миронов. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, задавайте свои вопросы, комментарии или вопросы письменно. Можете направлять по WhatsApp, Viber, Telegram по телефону 8 967 200 ровно 9702. Итак, поехали обсуждаем самые горячие, наболевшие новости по этой уходящей неделе. Ну и, конечно, интересные сводки приходят с передовой политических баталий, поскольку выборная кампания вступила уже в полную силу. И нафталиновые вожди системной оппозиции вновь рвутся в бой с присущей возрастной и политической деменцией. Так, лидер Яблоко Явлинский в интервью телеканалу Дождь заявил, что никогда не будет проводить политику оппозиционера Навального и просит не голосовать за партию Яблоко всех тех, кто разделяет или поддерживает опального политика. Ну, знаете, это такая, конечно, роскошь по нашему времени отказываться от электората, какого бы то ни было. При этом, насколько я знаю, Яблоко оно как бы так спокойно заигрывает и с ЛГБТ движением, ну, фактически не брезгая ничьими голосами. А здесь вот, ну-ка, нате, вот не надо, пожалуйста, не голосуйте. Ну, знаете, здесь можно предложить господину Явлинскому в рамках предвыборной кампании новые старые лозунги политической борьбы, например, как «Не читал, но осуждаю», «Деньги не пахнут», «Мазь не советская власть может поменяться», «Я не сука», «Молчать не буду». А вот интересный между собойчик возник между Максимом Шевченко, лидером партии Российской партии... Так, лидер партии, Российская партия свободы и справедливости. Ну, эта партия решила потоптаться, как мы знаем, на коммунистическом электорате. Но вот немножко что-то не задается. Все дело в том, что, помните, есть такой опальный, даже не опальный, я сказал, исправившийся оппозиционер Платошкин, лидер движения «За новый социализм», который некоторое время сидел в таких домашних узах с телевизором и холодильником. Но это вполне ему хватило, чтобы совершенно исправиться и, ну, и фактически стать таким, в принципе, послушным, играя по правилам, которые ему нарисуют. То есть, хватило. И вот, пока Платошкин страдал, мучился у себя в квартире, Максим Шевченко доблестно защищал его на всех информационных площадках, полностью используя мощь своего канала, таланты блестящего оратора и полинемиста, чтобы поднимать общественность за свободу Николая Платошкина. И вот, ура, забрежил свет и суд освободил из-под ус, дав условный срок Николаю Платошкину. Ну и как же отблагодарил Николай Платошкин своего, можно так сказать, спасителя, поскольку Шевченко, естественно, надеялся, что Платошкин станет поддержат. Он не может участвовать в избирательных кампаниях, поскольку он осужден, но может использовать свой ресурс, своих поклонников и почитателей для поддержки нового движения. И было, как бы, заявил Шевченко, что вот да, вот Платошкин с нами, но господин товарищ Платошкин пошел по своему пути. Ну, помните, как в свое время герой мертвых душ Чичиков, когда вот он надул своего начальника и сказал, ну вот, надул, да, надул подлец. И Платошкин заявил, что Шевченко это спойлер Единой России, что настоящие коммунисты это вот КПРФ и Зюганов, поскольку вот Платошкин, поковырявшись в сортах коммунистов, все-таки выбрал самых таких засахаренных и решил остановиться на товарищи Зюганове. Чем ответит товарищ Шевченко на предательство товарища Платошкина, я думаю, мы узнаем в ближайшее время. А что у нас происходит, ну, собственно, в главном монолите левой оппозиции КПРФ? А вот здесь очень интересно. Буквально вчера господин Зюганов выступил с таким большим интервью на площадке «Свободная пресса», где долго и муторно он восхищался и перечислял заслуги китайской компартии, столетие которого на днях было помпезно отмечено. И вот что он пишет, ну, отмечает там все. Образованность китайцев, порядочность, интеллигентность, их стремление в будущее. И в итоге, смотрите, причем даже он отметил, что Восточный университет, который является кузницей интеллектуальных кадров коммунистов, играл огромную роль в подготовке прогресса китайского, и даже в нем выступали, ну, я так понимаю, это причинно-следственная связь, Сталин и Крупская. Ну, нормально, да? Вот, оказывается, вдова товарища Крупского так сыграла свою роль в становлении коммунистической партии. Но, и дальше смотрите, на что я хочу обратить внимание. Что пишет Зюганов? Ну, во-первых, он пишет, что он давал интервью на китайском языке, агентство Синьхуа, плюс Жиньмини-Жибао, а потом он все это разослал руководителям России, включая президента Совместского бедминистров. Я вот представляю, как Путин сидит и читает китайские объяснения Зюганова с китайскими журналистами. Но, вот смотрите, что сказал лидер китайских коммунистов. Он сказал следующее. Он сказал, что Китай, китайская нация, стоит на пороге великого возрождения. Вот, дословно. Сегодня перед миром стоит нация, которая бурно развивается и недержимыми шагами идет по пути к своему великому возрождению, и, что полностью поддержал Зюганов, заявил, что мы должны строить общество единой судьбы. Ребят, ну давайте так. Вот сейчас нас слушает Сибирь. Сибирь нас слушает Дальний Восток, который не понаслышке знает, что такое китайская экспансия сегодня на Восток. Нам, к сожалению, не получилось вывести в эфир президента Национальной Ассоциации Плотников Константина Богомолова, который с ужасом говорит о том, что сегодня невозможно купить наши артели. не могут купить кругляк, потому что все на корню скупается китайцами. Все ограничения не работают, потому что там китайцы женятся на русских, получая все права и вперед. Весь лес выходит. Вы знаете, что за год у нас лес подорожал больше, чем в два раза. Если раньше кедровую сосну можно было взять 5 тысяч рублей за куб, год назад, то сегодня эта цена уже больше 15 тысяч, потому что Китай сегодня устанавливает цены, фактически, поскольку контролирует конъюнктуру мировую на цены, торгуя нашим лесом в Америке и по всему миру. И он определяет, сколько будет стоить банька деревянная для вас, для нас. Они сегодня определяют. И отсюда такой взлет сумасшедший. Но по каким-то невероятным стечениям обстоятельствам мы, почему-то коммунисты, так яростно приветствуют Китай. Знаете, что я вам скажу? Вообще, как бы не до смеха. Почему Гитлер так молниеносно захватил всю Европу практически без сопротивления? А потому что в каждой европейской стране была своя национал-социалистическая партия, которая ориентировалась на Германию, ориентировалась на Гитлера. И поэтому это были пятые колонны, которые так раздушно встречали немецкие войска на своих территориях. Это были пятые колонны, из которых как раз и формировались вот эти пресловутые дивизии ВАФ-НСС, то есть дивизии европейских добровольцев с разных стран. И сегодня, когда в России существует партия, которая рукоплещет одному из самых наших опасных союзников и в кавычках друзей, это действительно заставляет задуматься о том, к чему мы идем. И кто в случае все-таки обострения отношения с Китаем будет встречать с хлебом, солью китайские войска. Так, идем дальше. Сегодня исполняется ровно год, как бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находится под стражей. Его арест стал неожиданностью, точнее, последствием этого ареста для российского общества, для власти. И на протяжении месяцев в Хабаровске шли постоянные акции протеста, постоянные выходы людей, которые требовали освободить так называемого народного губернатора. И вот теперь с нами на связи адвокат Дмитрий Довгий, который вот только-только вступил в это дело. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете шансы на победу в этом нелегком деле и политически окрашенном? Слушайте, ну, я сейчас знакомлюсь с материалами дела, начал ознакомление только, там 70 с лишним томов. Но поскольку Сергей Иванович уверен в своей непричастности, значит, мне его уверенность передалась. Мы с ним общались в следственном изоляторе, поэтому я часто берусь за сложные дела. И поэтому, в общем-то, на победу я уверен, без этого не стоило бы начинать работу. Скажите, как вы планируете все-таки добиваться справедливости в суде присяжных или же все-таки надеетесь на вменяемость и победу в профессиональном суде? Мы не решили пока этот вопрос. Пока мы не решили, мы до конца не определились. Это можно будет вывод сделать, изучив материалы дела. Там есть нюансы и в таком суде, и в другом. Поэтому, соответственно, пока я не готов эти вопросы обсуждать. А вы как высококлассный специалист, профессионал в своем деле. Какие видите вы минусы суда присяжных в таком деле? Ну, минусы суда присяжных, это вы правильно сказали, что дело излично политизировано. Вы сами понимаете, что кто фигура Сергея Ивановича, то есть он бывший депутат Государственной Думы, потом первое лицо субъекта Федерации крупного. Поэтому в этом тоже минусы. Потом не секрет в том, что, к сожалению, по ряду громких дел, это случилось с делом по мне самому, присяжных, к сожалению, подрабатывают. То есть специально в коллегии присяжных включают тех лиц, которые так или иначе зависят от власти. И минус потом в том, что, понадеявшись на такой суд, к сожалению, если он будет не в нашу пользу, то мы не сможем в дальнейшем обжаловать приговор суда по несоответствию выводу суда фактическим обстоятельствам дела. А как в профессиональном суде, естественно, это одно из основных моментов, по которым обычно такие дела обжалуют. А вот вы сами упомянули, Штехик, в своей биографии. Сергей Иванович, не смутило вот некий ваш одиозный жизненный путь? Слушайте, а в чем его одиозность? Я был, я, в отличие, наверное, единственным являюсь специалистом в стране в области уголовного процесса, который побывал во всех ипостасях, начиная от следователя, государственного обвинителя, судьи, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, осужденного, условно-досрочно освобожденного и теперь защитника, понимаете? Я других таких не знаю специалистов, поэтому я уголовный процесс знаю со всех сторон, понимаете? Поэтому я о какой-то однозначной думал, что тут не стоит говорить. Там вот есть такая деталь, которую я не могу не спросить. Вот смотрите, вы фактически были вторым лицом в Следственном комитете. Вы отвечали за все следствие в СК. За следствие в Главном следственном управлении. Я был руководителем Главного следственного управления. То есть за территориальные органы я не отвечал, чтобы было понимать. Да-да-да. И вот очень много ходило слухов, что все-таки вы стали жертвой провокации, что взяткой это был лишь повод, а вы пали жертвой именно гомофобии своих коллег и то, что вы являетесь лицом нетрадиционной сексуальной ориентации. Вот значит ли это, что вы планируете сейчас мобилизовать ЛГБТ-сообщество на защиту господина Фургала? Слушайте, ну вы говорите достаточно такие очень странные вещи. Все-таки я думаю, что какие-то личные моменты это не тема для обсуждения, во-первых. Поэтому никто такую версию не выдвигал. Я первый раз от вас так уверен. Ну ходят, ходят. Вот среди ваших коллег очень много ходит вот таких слухов. Я думаю, что много, как бы достаточно людей, которые очень странно придумывают всякие невесть, откуда взявшиеся вещи, понимаете. Там была провокация абсолютно в другом, а не в том, о чем вы сейчас сказали. К сожалению, стал я разбираться достаточно в многих обстоятельствах, в которых люди не хотели, чтобы я разбирался в ряде уголовных дел. Поэтому это и происходит. Ну вы как-то планируете, вот сейчас, скажем, даже многие политические партии, они планируют использовать ресурсы ЛГБТ. Вот как-то вы, может быть, на своем имени это, может быть, как-то организуете? Я ничего организовывать не собираюсь. Я защитник, я буду защищать в правовом поле, понимаете. А не кого-то привлекать. Зачем? Я привлекаю свою голову и свои знания, понимаете. А это политиканство уже привлекать кого-то, где-то какие-то движения. Понимаете, это занимаются другие люди, которые далеки от защиты кого-то. А, понятно. Ну, знаете, я могу сказать, что... Я не политической деятельностью занимаюсь, понимаете. Моя задача минимизировать потери клиента. Минимизировать. Сколько сейчас грозит господину Фургалу? Какой срок? Нет, ну... Почитайте уголовный закон, там написано, кому и что, сколько грозит. Понимаете, мы не можем об этом тоже обсуждать. Мы считаем, что господин Фургал невиновен. Поэтому это вопрос к органам обвинения. Сколько грозит и сколько они там собираются говорить. Поэтому это не вопрос к защитнику. Опять же, это тоже такой же достаточно провокационный вопрос с вашей стороны. Не, ну почему провокационный? Есть, соответственно, рамки, есть, соответственно, санкции, по которым можно человека поместить. Ну, то есть вы считаете, что дело сфабрикованное, да, абсолютно? Значит, я уже вам сказал, что я собираюсь дело изучать. Я начал дело изучать. Поэтому пока я не могу выразить никакого мнения своего, потому что я не прочитал материалы дела. То, что оно носит определенную окраску, дело в том, что дела прошлых лет, когда человек неоднократно много раз проверялся, скажем так, да, будучи избираемый на должности депутата Государственной Думы, губернатора Хабаровского края. Естественно, что он был под достаточно серьезной лупой правоохранительных органов. Понимаете? И поэтому, конечно, вопросы возникают. Почему вдруг, спустя длительное время, выясняется, что он привлекается к ответственности. Вот в этом вопросы, конечно, есть. Дмитрий Владимирович, вы скажите, пожалуйста, вы как человек, который все-таки тоже имели опыт по фабрикации уголовных дел в отношении конкретных лиц. Вот вы насколько... Я не имел опыта в фабрикации уголовных дел, о чем вы говорите. Я вам сейчас скажу. Я сейчас я поясню. Я не привлекался к уголовной ответственности. Я не конкретизирую, да. Меня зовут Иван Миронов. И мое уголовное дело фабриковали лично вы. Вы, в том числе, по которым меня суд присяжных и оправдал. Я не фабриковал, уважаемый господин Миронов, вашего личного дела. Вы подписывали, вы курировали все мое дело. И в итоге суд нашел меня невиновным в этом. И я знаю, как вы этим занимались. Я вас поздравляю, что суд вас признал. Значит, на суды все-таки можно рассчитывать. А, то есть вы признаете, что дело было сфабриковано, но правда вы восторжествовало. Нет, вы только что... Я ничего не признаюсь. Какой стать я должен признавать? Я, во-первых, не помню вашего дела, понимаете, абсолютно. А когда... Ну, вы сейчас лукавите. Дело покушения на Чубайса, Дмитрий Павлович. Вы лично звонили, выясняли, курировали. Меня даже на Петровку везли. Я никогда никого никуда не возил, уважаемый Иван. Когда везли на Петровку, вы звонили следователю, и ты говоришь, как все, доставили. Вы обеспечивали мне пресс-хаты, вы мне обеспечивали психотропы в камере. И вы сейчас говорите... Нет, конечно, с таким бэкграундом хорошо сейчас бороться за справедливость Фургала. Ну, вам на самом деле... Я хочу сказать, Иван, у вас какие-то есть предвзятые мнения, понимаете? Достаточные предвзятые мнения, поэтому вы занимаете провокацией. Вы плохой журналист, я вам хочу сказать, понимаете? Плохой журналист, потому что у вас какие-то личные, скажем так, достаточно счеты. То есть вы придумываете какие-то выдумки про меня. Я с вашей точки зрения куда-то звонил, куда-то там провокировал. Ладно, давайте это... Вы здесь не оправдываетесь. Я надеюсь, что все-таки... Одна справедливость восторжествовала, когда вы спустя полтора года после моего ареста оказались в том же автозаке и в соседних камерах. Поэтому удачи вам на Ниве защиты народного губернатора. С нами был адвокат Дмитрий Довгий. Некогда руководитель... Я все это путаюсь в этих страшных названиях, которые фактически отвечал за все следствие Следственного комитета. И попался на многомиллионных взятках. А потом сам пошел по пути своих, как говорится, визави, которым он обеспечивал камеры и хорошее, в кавычках, настроение. Но я, знаете, честно говоря, не знаю, чем руководствуется у нас защита господина Фургала. Потому что, конечно, позиции и опыт господина Довгия должны сыграть свою роль. Но я, правда, не знаю, в какую сторону. Итак, уходим на перерыв. 8-800-200-0907-02. Спасибо. Зам.главы Минздрава Саратовской области Денис Графер заявил следующее. Коллег журналистов. Проблема с этим. Я думаю, как бы, и это, в принципе, всем известно, то, что секс – это очень энергозатратное занятие. Поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе, как бы, занятия сексом, не рекомендовано после вакцинации. Вот так вот. Господин, правда, господин Графер, правда, не пояснил, готовятся ли новые законодательные запреты и ограничения на это изматывающее занятие. Ну, наверное, господин Графер действовал по принципу. Я попробовал, не получилось и понял, что тяжело и вредно. И сейчас он пытается это масштабировать на всех вакцинированных. Ну, на самом деле, государственные мужи всякую хрень не посоветуют. И тут уж сами выбирайте. Или рестораны, или секс. И, дорогие девушки, если вас молодой человек приглашает на первом свидании в ресторан, а не к себе домой, подумайте, стоит ли так рисковать. И идем дальше по поводу... Ну, здесь мы не можем пройти, конечно, тему бурлений в РПЦ по поводу вакцинации. И на самом деле отцы церкви всех вводят в какое-то смятение, заблуждение своими разноплановыми заявлениями. То Иларион говорит, что это уже чуть ли не новый там смертный грех. И к священникам приходят и говорят, что как мне с этим жить? Я перезаражал кучу народа, они умерли. И как мне это с этим грехом на душе? И священники якобы со слов Илариона отвечают, что вот как всю жизнь исповедуйся. Но я что-то вообще не понял, а где у нас тайна исповеди? Откуда такая информация? Это же тайна исповеди. Какая у тебя разница, кто-то пришел, куда ты эту информацию дальше передаешь? Или как в том анекдоте, знаете, как один сотрудник ФСБ приходит к начальнику и говорит, что мне делать? Я хочу исповедоваться и причаститься, а у меня же третья форма допуска. А он говорит, да ладно, говорит, все, какие проблемы, иди к отцу Василию, у него вторая. Но больше всех в смятение ввел Тихон Шевкунов, митрополит Псковский и Парховский. Он 3 июля обратился к своей пастве с заявлением, где попытался прокомментировать все слухи по поводу вакцинации и выразить свое отношение церкви к этой процедуре. И он на самом деле пошел по достаточно странному пути. Он стал объяснять ситуацию с помощью цитат Иоанна, старца Иоанна Кристианкина, который был как раз духовником отца Тихона. И вот какие цитаты приводит господин Шевкунов. А дальше цитата. И дальше говорит отец Тихон. «Несмотря на то, что и Священное Писание говорит об этом, и в житиях святых мы читаем, что не просто на мучеников налагали печать языческих богов или кесаря, а требовали от них личного отречения от Христа и поклонения языческим идолам либо императору». Я вот что-то не понимаю. Нас уже начинают сравнивать с мучениками всех тех, кто желает вакцинироваться или уже вакцинировался. И простите, я здесь вижу пока только один вывод. Да, такая проблема существует. И что же, теперь получается, можно надеть рога, копыта, хвост, на лбу выжечь число зверя. Но при этом, если вы душой остаетесь с богом, тогда вы просто обманете дьявола. Я не знаю, кого сейчас подобной позиции можно успокоить и тем более призвать вакцинироваться. Идем дальше. Новый проект закона о мигрантах подготовили в недрах МВД. И там появились очень интересные новые правовые юридические обороты. На самом деле, все общество уже давно с нетерпением ждало изменения законодательства по мигрантам. И ждало прежде всего что? Это жесткие образовательные фильтры, медицинские фильтры. Это ужесточение ответственности за совершение мигрантами преступления. И, конечно, это еще должен быть особый медицинский статус. То есть это страховки, которые должны быть оплачены медицински именно работодателем или непосредственно лицом, который приезжает в нашу страну с иностранным паспортом. Мы ждали, что наконец появятся определенные залоги на пребывание в Российской Федерации в случае, если необходимо будет депортация такого лица, совершившего преступление. Потому что все сейчас происходит за счет наших с вами средств, тех налогов, которые собираются. То есть если мигрант совершил преступление, то он должен находиться в тюрьме тоже за нас счет, на зоне за нас счет и потом еще депортирует тоже за нас с вами счет. Ничего этого не появилось, но что появилось в проекте? Круговая порука, да. Вы слышали о таком? Слышали. Но она теперь будет распространяться на мигрантов. А конкретно на лиц, которые сюда приглашают иностранных граждан. То есть это будет называться реестром недобросовестных приглашающих лиц. То есть если лицо пригласило, мигрант совершил преступление, то он вносится в реестр и уже, ну я так понимаю, по логике закона приглашать никого не сможет. Очень странная формулировка, я пока не понимаю ее суть, но попахивает чем-то не очень хорошим и здравым. В целях обеспечения безусловного исполнения иностранными гражданами назначенных им мер административного принуждения, предупреждения, совершения данными лицами новых правонарушений, предлагается ввести новый правоохранительный режим, контролируемое пребывание. Итак, если вдруг мигрант совершит то или иное правонарушение или преступление, вместо немедленной депортации, его лишь поставят на какой-то контроль. И дальше планируется закрепить требования о подписании иностранными гражданами соглашения о лояльности. То есть, представляете, каждый мигрант теперь будет подписывать документ, что он ознакомлен с мерами ответственности за совершение преступления или правонарушения. То есть, понимаете, если для нас всех действует правило незнания закона, не освобождает от ответственности, то на мигрантов это распространяться не будет. Что получается? Без этой подписи можно совершать любые преступления, потому что он не знает. Опять-таки, как он это будет подписывать в соглашении о лояльности, где будет рассказывать о том, что он осведомлен, если большинство, ну давайте скажем так, честно, они-то русским языком владеют. Не писать, не читать. Поэтому мы настоятельно и давно требовали введения образовательных определенных фильтров. Вместе с... чтобы мигрантов у нас набирали не... вот то, что приедет, то приедет, там решим, где все это работать. И в итоге у нас много... большая безработица мигрантов, которые рассасываются там по городам. И в итоге они никому не нужны, кроме криминала. А вместо того, что давно надо было вводить квотирование под конкретные производственные необходимости, нужно было, как говорится, заказывать тех или иных специалистов в необходимом количестве. Всего этого нет. Вместо этого мы сейчас видим нагромождение очередной бюрократии. И просто эту систему будут тусовать, а не реформировать. Но знаете, что еще меня поразило? И я думаю, эта формулировка будет уже использоваться... Я отчасти надеюсь, что она будет использоваться в отношении граждан Российской Федерации. Угроза конституционно значимым ценностям. Если это лица будут представлять эту угрозу, то их уже сюда, в Россию, приглашать не будут. Итак, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. Звоните, задавайте вопросы, обсуждаем. Мы продолжаем и в этом блоке отвечаем на вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. И у нас на линии Рамазан, Ростов-на-Дону. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хочу коротенько ответить на первый вопрос, который вы поставили. Какой из левых партий можно благоволить или не благоволить? Ну и дальше в продолжение мысли. Значит, сразу хочу подчеркнуть. Это мое субъективное оценочное осуждение, которое я никому не навязываю. Но оно не безосновательное. Что касается левых партий, которые сегодня существуют в нашем политическом, так сказать, эстеблишменте, я не благоволю ни к одной. И вот почему. Потому что все они, с моей точки зрения, спойлеры, спарринг-партнеры нашему антисоциальному режиму. Это еще раз подчеркиваю мое субъективное суждение. Момент второй. Вот я услышал из ваших уст о том, что вот идет экспансия Китая, страшная экспансия Китая на Дальнем Востоке, в Сибири и так далее и тому подобное. И в этом деле им потворствуют некие левые партии, в том числе КПРФ. Вот тут я не понял вашей логики. 30 лет у нас в стране наличествует, еще раз подчеркиваю, это мое субъективное оценочное осуждение, антисоциальный режим. И вот эти 30 лет Китай наступает по всем фронтам. Причем тот КПРФ или всякие левые движения. Мы говорим о том, что у нас коммунисты, наши российские коммунисты, они избирают себе в качестве идола, в качестве примера, в качестве самых ближних идеологических союзников, именно китайских коммунистов, которые сегодня стоят во главе Поднебесной. И вот это, знаете, помните, у нас преследовали в Советском Союзе за преклонение перед Западом. И все эти настроения нежестоко пресекались, потому что в этом наши советские спецслужбы видели угрозу национальной безопасности. Но сегодня, на мой взгляд, мы наблюдаем вот эту нечто похожую ситуацию, когда идет такое преклонение уже перед восточным нашим союзником, который может в любой момент оказаться далеко не союзником. Вы не находите, Рамазан? Давайте у нас, Рамазан отключился, у нас следующий звонок. Любовь Воронеж, здравствуйте. Здравствуйте. Любовь, за кого вы собираетесь голосовать и каких вы левых коммунистов предпочитаете? В каком разливе? В хрустале? Ни в каком и ни за кого я не пойду. Я обижена на всех. Я бы рассказала, почему я обижена. И не просто обижена. Уже до большого дела дошло. Так вы хотите рассказать или вы как это видите? Почему вы обижены? Кто вас обидел? А кто со мной разговаривает? По телефону-то я слышу совсем другое. Дело в том, что я когда работала главбухом, я суммусь в прокуратуру по поводу воровства бюджетных денег. И мне, мало того, меня с работы вышвырнули, еще сказали, будем сопровождать по жизни. Сопровождают столько преступлений и именно областной генеральной прокуратуры, и именно прокуратуры генеральной... Любовь, я понимаю все ваши чувства, ваши эмоции, но, к сожалению, это все можно победить только уже на системном уровне. Спасибо вам за звонок. Держитесь. Валентин из Омска. Здравствуйте. Да, добрый день. Здравствуйте. Вот вы знаете, когда вы говорите о левых партиях, КПРФ, почему-то вы сразу вспоминаете Зюганова и КПРФ. Ну, задача Зюганова увести КПРФ до 15%. Это бессонно сперва. Он не интеллектуал. Мы всех вспоминаем. Всех вспоминаем, Валентин. Вот за кого вы готовы голосовать? За каких коммунистов? За каких большевиков? За каких левых? Валентин. Алло. Так, Валентин у нас сорвался. Да. И, итак, наш телефон прямого эфира 8. 800 200 ровно 97 0 2. Звоните, задавайте вопросы, пообщаемся. Андрей Москва, здравствуйте. Здравствуйте. Значит, по поводу того, какой для меня партия последняя надежда. Это КПРФ. Я знаю совершенно точно, что если бы у КПРФ было бы большинство в 12-м году, мы бы не прескнились к ВТО, из-за которого у нас 4-го квартала 12-го года, из-за этого прескнили, начался экономический спад. Во-первых. Во-вторых, коммунисты не пропустили бы изменения пенсионного возраста. Вот. Поэтому, короче, я считаю, что в отличие от Единой России, которая все равно, которая всегда голосует, как скажет начальство, для меня коммунисты это партия, которая всегда поддерживает Путина во всем хорошем. То есть там финансирование социалки, оборонки там и так далее. И будет блокировать его ошибки. А Единой России все равно. Она из-за ошибки голосует. В общем, не партия, а Путина. Скажите, да, скажите, пожалуйста, а вы не припомните, может быть, хоть один закон за 30 лет существования КПРФ, которым все-таки коммунистам удалось протащить, и который бы защищал социальные интересы нашего общества? А у них никогда не было такого количества голосов. Ну, если за... Вот когда будет так же, как у Единой России, вот когда будет так же, как у Единой России, и они не защитят, вот тогда я тоже разочарована. А вы считаете, что если за 30 лет у какой-либо политической партии не удалось им получить большинство голосов, вы думаете, им это удастся впоследствии? Вам не кажется, что если 30 лет партия занимает определенную нишу, и вполне ей довольна, может быть, она и не хочет большего? Может, все хорошо у нее? Ну, смотрите, я не замечаю, что она вполне ей довольна. Отнюдь. Ну, она, смотрите, ну, здесь может быть такая ситуация, она или довольна, или не может. Ну, вот, по крайней мере, Зюганов уже пытался организовывать митинги протеста. Ну, это или удовлетворенность, или импотенция. Мне кажется, это ни одно, ни другое не может устраивать тех, которые сегодня хотят перемен. Ну, извините, если бы мы не влезли в ВТО и не изменили бы пенсионный возраст, мы бы гораздо лучше бы жили бы, и гораздо меньшее количество народу бы хотело бы перемен. Это я вас уверяю. Мы, к сожалению, сейчас уже уходим. Удачи вам и вашей партии в победе на выборах. Дорогие друзья, это была «Линия защиты» с адвокатом-писателем Иваном Мироновым. Увидимся в следующую пятницу в 18 часов. Спасибо вам, что были с нами.